Здравствуйте! Чем запомнилась эта неделя всему русскому миру, расскажу вам я, Любовь Курьянова и мои коллеги в этом выпуске. Как переживают карантин в разных странах мира? У радиостанции «Русский мир» появился свой ютуб-канал. В Доме русского романса прошел творческий вечер с участием врачей лауреатов международного конкурса «Большая Романсиада». А теперь более подробно об этих и других новостях. Практически весь мир ушел на карантин из-за коронавируса. Мы расспросили наших соотечественников, проживающих за рубежом, о том, как проходит это непростое время в той стране, где они проживают. Друзья, здравствуйте! Передаю вам привет из солнечного доля, я рассказываю, как дела обстоят здесь. Значит, ситуация с карантином у вас зависит от того, въезжаете вы из-за границы, либо вы оставались в Китае, и, соответственно, также от того, с каких стран вы въезжаете. То есть у всех все по-разному. Кто оставался в Китае, допустим, как я, то это в принципе нельзя называть карантином. Единственное, что с февраля у нас были небольшие ограничения по передвижению, то есть из района можно было выйти только по пропуску и раз в два дня. Но теперь времена изменились, и у меня теперь есть замечательный пропуск, по которому можно выходить столько раз, сколько хочешь. Ну и процедура, в принципе, такая. На районе стоит КПП, вы выходите с КПП и показываете там вот такой вот пропуск, и вам там меряют температуру. И, собственно, можете ходить куда хотите, столько раз, сколько хотите. Все замечательно. Ну и, естественно, меры предосторожности, мойте руки, носите маски и все прочее. Значит, что касается вообще города Далянь, то все общественные места постепенно открываются. Вроде бы как начали открываться бани, открываются супермаркеты, различные магазины и все тому подобное. То есть жизнь, в общем-то, налаживается. Так что, друзья, носите маски, меряйте температуру, укрепляйте свой иммунитет. Будьте здоровы, счастья вам, любви, добра и всего самого-самого наилучшего. Здравствуйте! Приветствую зрителей телеканала «Русский мир». С приветом из Лос-Анджелеса, Калифорния, США. Да, вот такая обстановка сейчас у нас на пляже, например, где обычно даже в не самый солнечный день много народу. Все гуляют, развлекаются. Сегодня никого нет. Весь город вымер абсолютно. Закрыты рестораны, торговые центры, магазины. В общем, закрыто все, что не имеет отношения к продуктам первой необходимости, важности. То есть банки и аптеки, и продуктовые. И вот еще хотела привести пример. Некоторые места, например, Five Guys – это такое заведение быстрого видания. Власти в обслуживании работают на вынос. Радиостанция «Русский мир» теперь доступна для прослушивания на Ютубе. В нашем эфире вы услышите передачи о русском языке и литературе, культурные новости, музыку, детские программы и многое другое. Радио «Русский мир» создано для тех, кому небезразлична судьба России. Иммигранты – наши соотечественники, проживающие за рубежом. Выходцы из России – люди, интересующиеся русским языком и культурой. Каждый сможет найти на волнах радиостанции «Русский мир» свою программу. В Доме русского романса прошел творческий вечер с участием врачей и лауреатов международного конкурса «Большая романсиада». Трансляцию вечера провел телеканал «Русский мир». В это тяжелое и неспокойное время, когда врачи находятся на передовой, трудятся по несколько смен, берутся за дополнительную работу и всем сердцем болеют за эпидемиологическую ситуацию в стране, самые талантливые пришли поддержать население России и не только своим голосом, песней, душой. Эти врачи – лауреаты международного конкурса исполнителей русского романса «Большая романсиада». За 13 лет работы в этом творческом состязании приняли участие более тысячи представителей самых разных профессий. И самая большая группа среди них – врачи. Романс для наших героев – вторая, не менее важная половина их жизни. Они часто выступают на московских сценах и площадках. И дом романса – самая любимая и родная. Карантин – это не повод отказывать себе в прекрасном. Российские и мировые музеи временно закрыты, но рассказывают о своих коллекциях, проводят туры и образовательные лекции онлайн. Мы составили для вас подборку музеев, которые можно посетить в домашних тапочках и пижаме. Третьяковская галерея сделала ставку на соцсети. Много интересного в официальных аккаунтах музея. Здесь по хэштегу «Третьяковка дома» можно посмотреть экскурсии и лекции, а по тегу «Третьяковка.лайв» доступны загруженные ранее материалы. Каждый день музей проводит прямой эфир из постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке. Показывает по одному шедевру. Зрители сами выбирают следующий, участвуя в опросе. Музеи Московского Кремля тоже продолжают работу онлайн. Самое интерактивное – в соцсетях. Например, в Инстаграм под тегом «самоизоляция» нижнее подчеркивание музеев публикуются опросники, связанные с историей, а позже – ответы на них. Так вы узнаете, какого роста были российские императоры, что носили при дворе и в обычной жизни в разные эпохи, много интересного о зарубежных королевских домах. Также получится в хорошем разрешении изучить коллекцию музеев на их сайте. От экипажей и музыкальных инструментов до регалий, одежды и фотографий. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина запустил онлайн-программу «Наедине с Пушкинским», куда вошли видеоэкскурсии по основной экспозиции ГМИИ, флэшмоб «Скучаю по Пушкинскому». Желающие могут поделиться своими историей о музее с одноименным хэштегом. Московский государственный музей Сергей Есенина подготовил для неравнодушных к искусству виртуальную театральную бродилку с элементами арфотерапии под названием «Есенин фоллоуми». С необычным спектаклем познакомилась наша съемочная группа. Иммерсивный спектакль «Променад Есенин фоллоуми» совместно с Московским музеем Сергея Есенина к 125-летию поэта подготовили российские актеры театра и кино. Это творческая акция и перформанс-бродилка в одном флаконе. Особенность спектакля в том, что исполняется он не на сцене, а в интерьерах Московского государственного музея Сергея Есенина. История у нас не классическая. Почему? Как говорит директор Московского музея Есенина Светлана Николаевна Шитракова, Есенина нельзя воспринимать как поэта крестьянского. Это философ, авангардист, это его произведение «Ключи Марии» и многие другие стихотворения, где он именно проявил себя как философ. Более того, Есенин учился в университете Шинявского именно на историко-философском факультете. Поэтому вот этот философский пласт – это очень важная часть творческого наследия Сергея Есенина. И вот эту тему мы постарались раскрыть. Есенин – философ, Есенин – авангардист. Поэтому у нас мы снимаем такая атмосфера зазеркалья, где смотрит Есенин молодой, Есенин из 2014 года и отражается Есенин из 2025 года. То есть такая атмосфера, атмосфера сна, атмосфера зазеркалья, атмосфера фантасмагории – это всё Сергей Есенин. И об этом наша такая театральная бродилка с элементами арфотерапии. На протяжении всего променада звучали волшебные звуки арфической музыки, целительные свойства которой известны ещё со времён ветхозаветного царя Саула, терзаемого жестокой меланхолией. За волшебную музыкальную атмосферу отвечал уникальный композитор, мультиинструменталист и исполнитель обертонального и горлового пения Александр Самодум. В этом проекте я играю в свои как раз сольные композиции. И они как-то так подошли к стихам Есенина. Поэтому здесь звучит моя музыка сольная. Ну и также я использую горловое и обертональное пение. Роли в спектакле исполнили актёры академических московских театров. Андрей Вишкурцев, актёр МХАТа имени Горького. Антон Долгов, актёр Московского государственного театра «Апарте». И Диана Борина, актриса Центрального академического театра Российской армии. Для меня этот поэт был всегда близок, очень дорог. Конечно же, стихи ты его знаешь наизусть. И когда тебе предлагают попробовать не столько даже сыграть его, сколько притронуться и попробовать достичь тех граней, которыми он жил. Потому что, мне кажется, сыграть Есенина – это просто невозможно. Постановщиком виртуальной версии театральной бродилки выступил режиссёр театра и кино Иван Калдары. Евгения Фахурдинова, Андрей Челышев. Специально для телеканала «Русский мир». О самых интересных событиях жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. А я напоминаю, что каждый из вас может стать корреспондентом русского мира. Принимайте участие в нашем четвёртом международном телевизионном конкурсе. Все подробности на сайте www.ruskimir.ru Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok